Временный управляющий кладбища Айжан-3 продолжает брать деньги за государственную землю. На этот раз Шинар Абдикаримова продала место для захоронения за 10 тысяч тенге. Несмотря на то, что Александр Нефедов взял письменное разрешение в Акимате Казбекбийского района, временно управляющего даже это не остановило. При этом и чек не выписала. Расскажет наш корреспондент. Родной дедушка Александра Нефедова умер в сентябре прошлого года, после чего парень обратился в ритуальный центр. Однако там его направили в кладбище ТУО Айжан-3, руководство которого потребовало деньги для захоронения. Долго не думая, за помощью он обратился в Акимат Казбекбийского района, где там внуку покойного выписали разрешение о том, что представители госучреждения не против захоронения и просят выдать землю бесплатно. Однако Шинар Абдикаримова и на это не посмотрела. Я бегал по Акиматам, попросил письмо, мне дали письмо, что не возражает, что я могу похоронить деда. И когда я приехал в фирму к ним, в Айжан, мне сказали, что надо заплатить 10 тысяч за место. Так как это кладбище получается в частных руках, эта земля получается фирмы Айжан, и они попросили с меня 10 тысяч. Со слов Александра, деньги забирать приходит не сама хозяйка кладбища, а ее дочь. Бывает, может прийти и кто-то другой. А вот питанции и прайс-листы клиентам она не выдает, что и остается странным. Единственное, что я к ней звонил, она мне назначала встречи, и где бы она встречи не назначала, она не появлялась там. Я приезжал, она мне всегда говорила, что она уже уехала, у нее нет времени, она бегает по комитетам, по земельным, то она в Акимате еще где-то. Деньги взяла у меня ее дочь Айжан. Она подъехала, взяла деньги, я в офисе с ней встретился, она открыла дверь. Деньги дала, ой, деньги взяла у меня, я попросил, чтобы мне выписали квитанцию, чек. Мне не выписали квитанцию, ни чек, только дали, что единственное, бумажку с фамилией моего деда. Кроме этого, временный управляющий кладбищем ТУО Айжан-3 требует у Александра деньги за еще одно место. В будущем семья намерена похоронить бабушку рядом со своим законным супругом, рассказывает Александр. Я попросил у них дополнительное место, резервное. Она начну, мне ответила, еще 15 тысяч надо будет оплатить. Ну, как бы я с самим директором не встречался, все разговоры происходили по телефону. Александр Нефедов, пострадавший этой историей, попытался и сегодня дозвониться до Шинара Абдикаримовой. На звонок она ответила. Вы мне чек выпишите на 10 тысяч, то, что вы у меня взяли тогда? Да. Напомним, что это не первая и, судя по всему, не последняя информация о том, что руководство Айжан-3 продает государственные земли. Только вчера к нам обратилась женщина, у которой Шинар Абдикаримова также потребовала денег для захоронения своей сестры. Мирамгус Алкимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова